Добрый вечер, дорогие слушатели. Вы мне, во-первых, подтвердите в чате, конечно, мы отключили динамики, но в чате подтвердите мне, вы меня слышите или нет. Дальше. Записано, конечно, у меня сейчас вам покажу сколько. Наверняка все не придут, да? Начнем или еще подождем минуточку-другую? Как ваше мнение? Я вижу, у меня Никита, Татьяна, Наталья. Слышно хорошо. Так будем ждать или нет? Далее. Мы как-нибудь устроим интерактивный режим. Вы будете мне как-нибудь отвечать на вопросы? Потому что мне важно, что вам рассказывать. Я могу легко переориентироваться в своем рассказе. Я полагаю так, что вы все слушатели, которые либо чуть-чуть работают в автокаде, либо не работают вообще, но хотят научиться. Это так? Вы получаете какие-нибудь продвинутые слушатели со спецвопросами, но нужна некая другая тематика, некая другая манера изложения. Так, поехали, ребята, не будем никого ждать. Поехали. Значит, смотрите, я не особо люблю показывать презентации. Ну, как бы, блюдя основные доска части, вот у нас, о чем мы сегодня будем говорить. Мы будем говорить про те части автокада, которые изучают в Центре Специалистов. Значит, кто с вами будет говорить, что же такое-то? Моя фамилия Габидурин, зовут меня Елена Михайловича, я старший преподаватель в Центре Специалистов. Преподаю следующие дисциплины здесь. Черчение, базовый курс для пользователей Сэппор. Автокад 3 уровня, о котором мы сегодня поговорим. И курс, который называется «Практика 3D печати», то есть печать на 3D принтере. Так. Вот курсы, которые у нас есть. Значит, смотрите. Вот эти основные курсы. «Автокад уровень 1», «Автокад уровень 2» и «Уровень 2». Это разные курсы одного уровня. Итак, основа проектирования, 3D моделирование и визуализация и расширенные возможности системы. Ну, курс «Практика 3D печати». Притечей к этим курсам является курс «Черчение». Это базовый курс для пользователей Сэппор, который, в общем-то, набирает, не то что набирает обороты, люди ходят на него и ходят, слава Богу. Правда, очень хочется, я являюсь автором, так сказать, этого курса, очень хочется назвать его не черчение, а как-нибудь по-другому, поскольку мы там не черчим. Черчение, как, ну, так сказать, традиционное, оно, наверное, уже уходит. Мы занимаемся там ГОСТами и кое-чем еще. Сейчас я буду рассказывать последовательно об этих курсах. Итак, на этом черчении, конечно же, любой проектировщик должен знать, владеть таким понятием, как аксонометрия, изометрия, прямоугольное проецирование, в чем отличие разреза от сечения, ГОСТы, относящиеся к его специальности и многое другое. Этот курс предназначен, во-первых, для тех, у кого этого предмета не было, во-вторых, кто хочет освежить знания этим предметом. Вот я вам показываю некоторые вещи, которые мы просто, так сказать, изучаем. Какие чертежные шрифты, что такое сечение, некие построения, ну, и так далее. Сейчас я могу вам просто показать некоторые вещи, которые, ну, как мы разбираем их. Так, для чего это? Дело в том, что когда мы начинаем изучать непосредственно автокад, то возникают вопросы, ну, зачастую у многих слушателей. А почему эта линия должна быть толще? А почему эта линия должна быть такой-то? Для этого мы отсылаем человека, что существуют такие ГОСТы, как 2,303,68, 2,302,68, 2,304, 305 и так далее, и так далее. И изучаем в конце более сложные вещи, как стадии проектной документации, чем одна стадия отличается от другой, и так далее, и так далее. Курс занимает 16 часов, 16 часов, 16 часов это 4 занятия по 4 часа, как правило. Ну, 2 по 8 бывает, редко, как правило, 4 по 4. И в принципе, ну, помогает, не являясь каким-либо конкретным, он позволяет освежить знания. Следующий курс наш, из основных, это автокад 2015, уровень 1, основа проектирования. Он занимает 40 академических часов. Это либо 10 дней по 4 часа, вечер, утро, день, то, что вы выберете. Утро, это 10,13, день, 14,17, вечер, 18,30, 21, 18,30, 20, да, 18,30, 21,30. Так, то есть, 3 астрономических, это 4 академических. Дальше, либо интенсивные курсы, это 5 дней по 8 часов. Очень эффективная, так сказать, ну, такая более тяжелая система обучения. Что бы мне хотелось понять, в смысле, что бы мне хотелось пожелать нашим слушателям? Во-первых, ну, вот перед вами слайд, который показывает, кто является нашими слушателями. Ну, не буду его читать, я думаю, тот, кто видит, тот видит, правильно? Вот, теперь, аудитория курса. Это для тех, кто хочет научиться выполнять и разрабатывать проектную документацию в любых сферах этих деятельностей. Теперь, что должен, чем должен владеть пользователь, может, потенциальный наш слушатель. Это, ну, я бы так, это сначала формально. Необходимо владеть навигацией по Windows, по Windows, в системе Windows. То есть, однозначно, владение какими-либо другими программами до автокада. Автокад очень трудно назвать, она таковой не является системой первоначального обучения. И очень много людей, которые приходят к нам, не владея, как мы это называем, базовой компьютерной подготовкой, пытаются освоить автокад. Искренне их жалко, потому что люди мучаются, ничего не понимая. Такие вещи, как комбинация клавиш Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-A, Ctrl-X, файл сохранить как, файл, так сказать, найти там, где его необходимо. Это просто необходимые знания, поскольку система автокада работает под руководством Windows, а следующее все Windows-ские команды здесь работают. Второе. Необходимо хотя бы примерно представлять то, что вы хотите получить на выходе. Ну, очень желательно профессиональное образование. То есть, если человек собирается заниматься строительством, он должен иметь базовое строительное образование. Не важно, высшее, среднее. Если человек машиностроитель, то он должен иметь хотя бы машиностроительную технику. Поскольку, честно говоря, очень трудно в рамках вот этого курса объяснять, что такое шпонка, что такое план помещения, ну и так далее, и так далее. Потому что человек должен как-то владеть, ну, профессионально. При этом человек должен представлять себе, что он хочет, ну, на выходе, можно так говорить. Вот с такими людьми приятно и хорошо работать. Вот программа нашего курса. Мелко, но это не важно, потому что все это я буду показывать непосредственно в системе. Говорить на слайдах, это очень и очень, ну, будем так, нехорошо. Поэтому, значит, давайте с вами перейдем в систему. Ну, я время от времени буду вот этот слайд открывать. Договорились, да? Посмотрите, какой красивый, действительно стильный интерфейс у 2015 автокада. Он может быть, ну, во-первых, конечно, настраивается цвет окна, конечно же, как это было всегда. Да, он по умолчанию вот такой. Он может, может, я настраиваю на белый цвет, белый цвет, потому что, ну, лучше видно, да, вообще я любитель белого цвета. То есть я просто белый, принять, применить, окей, как-то радостнее. А вот лента, лента, ну, кто хоть чуть-чуть в автокаде знает, она все расширяется, расширяется, расширяется. Все больше вкладок ленты появляется. Все больше вкладок, которые ориентированы на работу с другими приложениями, на работу с интернетом и так далее, и так далее. Но на первом уровне мы изучаем только, ну, достаточно много. Но, во-первых, сколько там занятий у нас? Занятия два по опыту, я так понимаю. У нас уходит на умение, ну, грубо говоря, мы изучаем автокад как электронную чертилку. Электронная чертилка – это умение рисовать отрезки. Это умение рисовать отрезки, переключаться из режима в режим. Отрезки взаимоперпендикулярные. Отрезки, которые проходят под определенными углами и настройка вот этих вот самых углов. Видите, в данном случае у меня отрезок отслеживает углы 15, 30, 45 и так далее. Гранусы. Дальше. Ну, круги. Определенные приемы моделирования. О том, что нажмем на Enter, еще раз на Enter. Перед нами два круга. Круга абсолютно одинакового диаметра. Еще раз Enter – это опять круг. Еще раз, еще раз мы рисуем вот эти вот круги. Ну, эллипсы. Сплайны, начиная с 2011 версии, в автокаде совершенно эксклюзивные, замечательные сплайны, которые позволяют вот редактировать друг друга вот таким вот образом. То есть мы можем по определяющим, по управляющим вершинам уплотнить какие-либо вершины. Есть такая возможность. И позволить себе так называемое локальное резактирование. Посмотрите, вот в прежних версиях нельзя было, вот к примеру, вот в этом месте вырастить какой-нибудь горбик. А такие задачи часто бывают. Вот сейчас я вам просто сам себе задачу поставил, сам ее буду решать и вам показывать. Я уплотняю вершины в том месте, где мне необходимо этот горбик показать. Достаточно. Видите, вот что я сделал. Вот такой вот сплайн. Это в последующем перейдет и в 3D моделирование и так далее, и так далее. Теперь смотрите, это чертилка. Дальше. Чертилка это не просто определенные аппокадовские примитивы, но еще команды редактирования, которые достаточно широко развиты в современных версиях. Ну, к примеру, как сделать вот такое. Как сделать, ну, я не знаю, нарисовать какую-нибудь полилинию и нарисовать какую-нибудь, ну, дорогу, если хотите. То есть, достаточно быстро, хорошо. Очень много работ стало на интуитивно понятном уровне. То есть, нарисуем отрезки какие-нибудь, да? Дальше. Начинаем их редактировать командами, к примеру, соединения, join, и так далее, и так далее. Превращаем отрезки в полилинии. Далее развились средства редактирования, когда мы сегменты полилинии преобразуем в дугу, ну, и так далее, и так далее. То есть, ну, или, к примеру, классическая красивая задача. Вот я всегда показываю. Вот у нас два каких-нибудь здания, да? Вот, к примеру, правый край тропиночки. Ширина этой тропиночки должна быть равна вот этому вот расстоянию. Вызываем соответствующую команду и делаем, показываем вот это вот расстояние. Показываем сюда. Вот. Мы теперь можем переместить, к примеру, вот эти объекты. В каком месте вот так, при показании у нас, согласно нашим, так сказать, представлениям, будут работать. Дальше. Дальше. Так, при этом вопросы никто не задает. Единственный вопрос, что слышно хорошо, да? Вернее, это не вопрос, а утверждение. И нас семь человек. Ну, да, в конце подготовьте вопросы. Теперь посмотрите, что дальше. Я сейчас загляну. Это вот эти вот отрезки. Все это, конечно, мы изучаем достаточно подробно. Я вам рассказал вот про эту часть очень быстро, поскольку мне придется вам сегодня рассказывать про многие, про другие, так сказать, вещи некие. Теперь оставшаяся часть системы – это система как программа САПР, к примеру. К примеру, уникальные свойства слоев автоказовских и создания этих слоев, которые мы делаем здесь и замечательные вещи по работе слоями, и новые команды. Ну, не новые, они относительно, так сказать, новые. Я просто хочу показать на неком примере некие, может быть, новые, а может быть, для кого-то известные инструменты. Сейчас я загружу вам один файлик. Вы еще про него просто забыл. Ну, как бы настоящий проект. Настоящий проект, сделанный неучебный, понимаете? Неучебный. Как обычно, подключил не ту флешку. Наверное, третья флешка кажется правильной, да? Так, подумайте. Ну, карк. Действительно, что третья. Просто больше нет. Ну, вот это проект, здание 14-этажного, первый этаж, первый этаж 14-этажного здания. Ну, классический пример. Мне нужно его, мебелью, обставить вот эти офисные помещения. Смотрите, какие удобные инструменты предназначены для этого в современных слоях. Я выключаю слои, просто указав на объект. Все, мебель можно вставить, правильно? Закончив работу, я включаю слои одной кнопочкой. Дальше, дальше. Для меня очень важно, и мы всегда это изучаем на наших курсах, это такие объекты, как блоки. Это уже, а блоки, это уже является частью объектов SAPR, системы спонсидерного проектирования. То есть, если я создал вот такой вот блок, к примеру, так, создаю его, конечно, соответствующими командами, которые мы изучаем на курсах. Назовем его блок 1, да? Блок 1. Выбираем вот эти вот объекты. Объекты могут быть сколько угодно. С базовой точкой. Левый, нижний угол. Окей. Все. Дверь, удаляем. В 2015 авторакаде появилась так называемая галерея блоков. Видите, блок 1 у меня уже тут же имеется в моей галерее. И если я вставляю этот блок, ну, к примеру, это дверь, или кто что хочет делает, кто что хочет представляет себе под этим блоком, и теперь я выполняю многократное копирование, да? Причем многократное. Это означает, что я сколько угодно много раз создаю это, чтобы было вообще страшно. Можно сделать и вот так. Вот у меня здесь бог знает сколько вхождения этого блока. Бог знает сколько. Много. Можем, конечно, посмотреть точно. Можем, конечно, посмотреть точно, но нас-то сейчас не интересует. Я еще скопирую какое-то количество раз этих блоков. Они у меня компактно расположены, но вы можете представить, что они расположены в огромном пространстве модели, где угодно. И вот мне пришлось так сказать, пришлось изменить это вхождение. Ну, заказчик требует либо еще что-нибудь. Я сейчас попробую это сделать, показать вам, как это делается. То есть я копирую одно из вхождений вот этого. Дальше я делаю некие действия с этим вхождением. Вношу какие-то изменения. Например, здесь рисую кружочек какой-нибудь. И что-нибудь еще, да? Дальше опять создаю новый блок из этих объектов. Некие условности тут соблюдаю. Нельзя выбирать ими из списка. Окей. И мне говорят, что здесь 32 вхождения блока. Я определяю блок заново и вижу вот эту чудесную картинку. То есть у меня все блоки хоть 32, хоть 332. Они имеют новое переопределение. И так вот мы с ними живем. Дальше мы изучаем важнейший инструмент автоказовский центр управления, который позволяет обмениваться блоками из любых других файлов. Ну, к примеру, уже, конечно, наела, набила оскомину вот эти вот блоки. Ну, что ж, без них тоже нельзя обойтись. Это автоказовские блоки, которые вот так вот берутся, перетаскиваются в модель. Кресло, комплект, рояль, всенепременно, стол, растения и так далее, и так далее. Телефон, я знаю, что вам еще нужно. Из другого файлика мы, который тоже является, но условное обозначение не очень интересно, который является, к примеру, к примеру, варшавтного дизайна, да? Мы автомобиль перетаскиваем, деревья всякие и так далее, и так далее. Теперь мы можем, ничтоже не сомневшись, удалить все, что сделали, потому что все наши файлы являются, все наши блоки являются уже принадлежностью нашего файла. И мы можем вставлять их уже не пользуясь центром управления. То есть, это уже не то, что элементы, это уже солидная штука такая по автоматике. Конечно же, следующим разделом, который мы изучаем, следующим разделом, который мы изучаем, в нашем курсе. Вот в этом. Это так называемые имитативные объекты. Ну, штриховки тоже, конечно, это очень непросто, интересно. Это тексты и размеры. Вот почему мне хотелось в своем предисловии, так сказать, я вам говорю, вам необходимо профессионально как-то подготовиться к изучению этого, потому что размеры, которые наносят машиностроители и размеры, которые наносят и размеры, которые наносят строители, они совсем другие. Базовые, цепочки и так далее, и так далее. Но мне бы сейчас хотелось просто вам показать какие-то такие вот тоже вещи, которые умеют делать вот эти вот размеры и показать вам некую автоматизацию вот этого процесса, показать вам возможности современного автокада. Видите, я делаю кубики вот такие, то есть не кубики, а такие вот собираю вот такой вот конструктор лего, да? И хочу сейчас одним махом, то есть достаточно быстро текст размерным стилем, который поставляется у нас по умолчанию, ну, дефолтный так называемый, так, нанести размеры вот этого объекта. Конечно же я это сделаю, я нанесу вот такой размерчик, вот как выглядит так, поскольку эта деталь машиностроительная, да? Похоже, да? То необходимо наносить размеры базовые. Вот базовый размер наносится так, 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 так. Если же мы работаем со строителями, где точность не так важна, то мы наносим размер, который называется цепочка, размерная цепь, но автоматика от этого не исключается, то есть вот пожалуйста. Причем если мы с вами к примеру команды растянуть, растянем вот какую-нибудь деталь, то размер ассоциативного отслеживается это дело. Автоматика здесь тоже достаточно хорошо предусмотрена, то есть если я нарисую вот такой квадратик, внутри квадратика нарисую немереное число кругов разных диаметров, да, разных диаметров, и мне хочется вести диаметр этих кругов так, чтобы не пропустить ни одного, то конечно же мы это было бы затруднить нам. Здесь существует, ну все что-нибудь забудем, правильно, так называемый панель экспресс размеров, мы выберем просто отсюда диаметр, покажем куда, как видите все диаметры до одного нарисовались, ни один не пропустился, плюс, ну давайте сделаем так, чтобы было лучше для восприятия, я размахался, нарисовал большой объект, в три раза уменьшим, вот это хорошо, давайте сюда поставим так называемый маркер центра, к сожалению не автоматизированная процедура, так, и нанесем, нанесем, нет ребята, нет ребята, я поторопился, это надо сделать чуть позже, это надо сделать чуть позже, ну ничего, у меня некий запас по времени есть, хотя уже хочется перейти к другому, но мы должны закончить с вами вот эту вот тему, значит, посмотрите, что я сейчас сделаю, воспользовавшись опять-таки вот экспресс размерами, выбираю все, и показываю базовые размеры, как видите, он сразу все эти размеры нанес, теперь можно вот в последних версиях системы скрыть объекты вот эти, временно, и опять нанести экспресс размеры для всего вот этого, но от той же базы вот так, на мой стере вот так, капуч вот так, в другую сторону, теперь мы завершим так называемую изоляцию объектов, теперь, только теперь я поставлю маркеры центра этих отрезков, как вы думаете, почему я ошибочно поставил их раньше тогда, мы получили в 6 раз больше размеров, поскольку автокад бы размерил мне вот эти вот вещи, а так он мне не нужен, теперь я удаляю вот в этом вот файле, вот в этом наборе объектов, я удаляю все круги, они мне просто не нужны, как-то не странно, вот так, да, смотрите, какую вещь мы замечательную с вами сделали, мы с вами сейчас сделали такой курсовой по какому-нибудь предмету техническому, вот студент долго-долго-долго вымучился, нанося вот эти вот размеры, которые очень близко друг от друга находятся, вот заметьте, вот здесь вот нет, вот в этих объектах их всего получилось, 33 объекта, нет ни одной ошибки, гарантирую, что эти действительно нет, так, побежали дальше, побежали дальше, побежали дальше, так, мне никто ничего не спрашивает, это проверка, что ли, нанося, что там шелухнет, или нанося, нет, это я вам слушаю, а шелухнет, я сказал, я вам нет, 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 проверка здесь есть, но она немножечко другая, понимаете, дело в том, что здесь появился в двух последних версиях так называемый монитор аннотаций, вот он, то есть, вот это, вот это восклицательный знак означает, что у нас есть неассоциативные размеры, но они таки действительно неассоциативные, посмотрите, здесь диаметры, а кругов нету, правильно, здесь еще какие-то вещи, но это не означает, что это неправильный чертеж, поскольку именно так я бы его отдал на производство, зачем мне отдавать круг сверловщику, зачем мне отдавать чертеж с кругами сверловщику, который ничего кроме кругов делать не умеет, согласны вы со мной? Поэтому мы просто выключаем, чтобы это нам не освещало, эта информация принята к размышлению. Так, самое главное, что мы, знаете, посмотрите, что мы основное, вот мы делаем вот такой вот учебный проект, я хотел что-нибудь более готовое найти, но ничего, посмотрите, что мы делаем, мы учимся, во-первых, использовать пространство листов, мы учимся использовать пространство листов, это то основное, что как бы тут я знаю, что очень много предприятий, очень много людей, которые работают и сейчас в современных условиях, они чертят, но я это называю по-деревенски, они обводят квадратиком и выводят на печать. Так делать в современных условиях ни в коем случае нельзя. Мы создаем какие-то наборы параметров листа, это называется, к примеру, А3, связанным их с каким-нибудь принтером, плотером, DWG, ТПДФ, к примеру, очень хорошо в PDF выводить на печать. Это такой виртуальный плотер сейчас, что печатать, ну давайте просто рамкой зададим здесь, наш лист теперь формата А3, наш лист теперь формата А3, по-моему здесь слои я уже создал в этом файле, да, что-то есть, я создаю слой, который называется рамка, дальше, еще где-то, наверное, для каждого найду, ага, вот сейчас сюда кину, где-то я наверняка найду, рамка, так вот блоки у нас есть какие-то, да, а есть какие-то совершенно определенные блоки, вот они у меня, этот мне больше не понадобится, я закрою, а вот этот я сохраню, как на рабочем столе, куда-нибудь я его кину, мне нужно закрыть и открыть автокад, по одной простой причине, потому что у меня, я хочу увидеть этот файл, я его только что сюда кинул, его пока не видит, центр управления, сейчас он его увидит, он только первый раз долго грузится, потом ничего, ну вот центр управления, основная надпись, блоки, я рамку сюда кидаю, и штамп, самые обычные вещи, удаляю, как обычно все это происходит, и дальше вставляю рамку, так просто удобнее сделать, в левый нижний угол листа, и вставляю штамп вот сюда, смазал, ну что делать, своя рука в голове, правильно, что я вижу на печати, на печати я увижу вот это вот, как бы некую заготовку, лист с рамкой и штампом, так теперь, что я делаю, теперь я создам слой специальный такой, видовые экраны, V назову его, и запрет вывода на печать, сделаю, чтобы никогда в жизни не выходил на печать, и всякими инструментами новыми, и старыми тоже, я создам видовой экран, вот такой вот, установлю его масштаб 1 к 50, уставляю масштаб 1 к 50, заблокирую, чтобы никогда этот масштаб у меня не не терялся мой масштаб, вон я на слой видовой экраны закидываю, как видите, я на печати увижу вот что, на печати я увижу проект, в формате 1 к 50, в масштабе 1 к 50, никакие рамки мне мешать не будут, теперь я этот лист скопирую, многократно, многократно, ну а теперь смотрите, делаю текущим любой из листов, и в данном видовом экране, как это называется, я просто-напросто, просто-напросто выключаю те слои, которые мне видеть не нужны, мне видеть не нужно, я отключу сюда, ну некое там, электрооборудование, мебель какой-нибудь, которая здесь условно показана, надписи, к примеру, да, текст они у меня называются, собственно говоря, все, как видите, у меня здесь размещен видовой экран, листа проекта AR, архитектурные решения, я и переименую соответственно этот лист, пусть он называется AR, как в Excel, как в Excel, следующий лист, следующий лист, я в этом листе заморожу следующие видовые экраны, следующие объекты, я заморожу тексты, заморожу размеры, извиняюсь, мне ничего не получится, это нужно делать в другом положении, я заморожу размеры, не нужно, заморожу мебель, и заморожу надпись, но это как бы электрооборудование, правильно, я так его назову, я назову его электрооборудование, следующий лист, делаю текущим, а в нем я уже заморожу, заморожу, но электрооборудование не нужно, размеры не нужны, а вот это как раз лист, мы его назовем, архитектура интерьеров, АИ, правильно, а эти листы, я удалю, чтобы они мне не мешали, видите, если не нужно, вот я опять скопирую и сделаю, посмотрите, у меня в пространстве модели все как есть, а проект у меня, вот он раскидан по листам, проект раскидан по листам, которые я могу печатать, видите принтер, могу публиковать, вот так вот, исключая какие-то листы из списка запубликаций, то есть могу делать все что угодно, но самое хорошее в этом вот что, то что если мне заказчик велел, к примеру, этот дом увеличить, то я собственно говоря, это делаю теми инструментами, которые умею в модели, выключив ненужные слои, да, выключаю ненужные слои, не то чтобы увеличить, он меня попросил отредактировать его, ну я к примеру на 500 миллиметров его увеличиваю сюда, дальше на 300 миллиметров уменьшаю с направления северная вода, это уже другой дом, не правда ли, это уже другой дом, я смотрю, на что повлияли мои переделки, мебель, надо перерасставить мебель, я условно, видите, вот мебель заехала на стены, это же не мудрено, я же уменьшил здесь что-то, я все это дело корректирую, редактирую, правильно, дальше, я выключаю, конечно же, слой, я включаю все слои, выключаю, выключаю мебель, которая мне здесь временно не нужна, ну, грубо говоря, проводку же тоже нужно менять, да, поменяю, а теперь размеры, некоторые ассоциативные, некоторые нет, я их поправлю, но, как видите, большинство размеров осталось правильными, то есть, они отследили, вот эти вот наверху отскочили, не так, что их и много, я редактирую их, как дышу, естественным образом, понимаете, да, вот все, что я делаю, казалось бы, теперь мне все нужно переделывать на листах, ничего подобного, я перехожу на лист, все непротиворечиво изменилось, так, секундочку, что-то там не так у меня прошло, а, ну, конечно же, ну, конечно же, это я тороплюсь вам показать, мне нужно здесь включить все слои, тогда, на листе архитектуры, архитектурное решение изменилось, 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 мебель, как ее поставил, так и поставил, ну, это самая яркая вещь, давайте я в модели мебель, стол переставлю сюда, он тут же у меня на соответствующем листе встал туда, куда необходимо, а поэтому мне не нужно из модели, как раньше, вот так вот рамкой очерчивать и идти дальше, и вот это вот понятие листов, оно никуда от нас не уйдет, потому что мы сейчас переходим к с вами к следующему разделу, то есть тогда, когда мы освоим вот это, наша воля идти либо либо на 3D моделирование, либо на расширенные возможности. Ну, что сначала показать, 3D моделирование более эффектно, да? Давайте 3D моделирование, давайте, у меня есть готовые примеры, вот где-то здесь, да, медленно открывается 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 это я здесь баловался я здесь плиточку заменил сейчас я плиточку заменю плиточку заменю для этого мы перейти в другое рабочее пространство 3d моделирования 3d моделирование визуализация материалы ну вот посмотрите с освещением до диванчик ну почти как 3d maxi до более того есть и соответствующие инструмент рендер вот сейчас я просто сейчас тот файл превращу файл jpeg видите вот идет визуализация эти квадратики рисуется но сразу стоит вопрос надо ли делать в автокаде да надо ребята хорошо это надо это делать в автокаде это замечательно делать в автокаде конечно очень хорошие результаты визуализации получится тогда только тогда когда будем делать это в 3d maxi но предварительные результаты ночью бегать из программы в программу и собственно говоря сделайте абсолютно точные построения в автокаде присвоите примерно материалы и либо сами переходите на 3d max либо отдайте специалисту который в нем это дело уже доведет но до полного логического завершения это так называемая фото реалистическая визуализация чтобы человек который получит вот эту фотографию этот файл jpeg да и тиф или там что угодно чтобы он его не отличил от фотографии мы здесь достаточно подробно приближаемся к этому но посмотрите как вот это все дело происходит в процессе просто вот процесс здесь и тени рисуются и материалы присваиваются и создаются материалы то есть вот на уровне 3d моделирования мы эту вот собственно говоря тоже учимся единственное что что 15 автокад в отличие от предыдущих версий очень много своих функций в учителей так переложил с процессора на видеокарту это конечно не очень здорово халтура такая некая но тем не менее тем не менее но надо иметь хорошую видеокарту для все эти процессы шли побыстрее во всех 3d моделирование нужно компьютер более-менее хорошие за эти как он у меня что-то он и так не тупил ну ладно для фига формат вывода 1024 на 768 назначил но надо было чуть поменьше сделать было бы погрубее было бы погрубее но может быть ну не может быть а точно было побыстрее тени прорисовывают видите здесь и потолок есть и отражение все как бы есть вот только-только нарисовался будем так говорить диванчик пол мне вопросы тут не понабежали вопросы не понабежали суббота мало людей пришло будете ли потом на сайте в ютюбе смотреть ну хотите при вас еще один диванчик нарисую что-нибудь еще сейчас 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 мы это сделаем сейчас мы это сделаем это сделаем немножко другим способом собственно любой слушатель который у нас заканчивает курсы по 3d моделирование вот эти картинки умеет делать сам достаточно уверенно понимаете вот этот файл я сейчас сохраню когда у закончится процесс рендера он почему-то сегодня очень мучительно происходит долго обычно картинка на секунды самое главное что научился 3d автокад делать он научился по 3d модели научился делать сразу в листах готовый чертеж я вам сейчас это покажу я вам сейчас это покажу ну собственно говоря все наверное да ведь я сейчас файл сохранить я сохраняю его на рабочий стол в формате jpeg конечно 1 него на все равно потом удалю окей я теперь его пока за буду показывать видите вот посмотрите что я сделал да вот посмотрите что я сделал это обычный просмотр чек файлов правильно вот давайте я вам покажу как это произошло как это произошло вот я вам сейчас вот и вот из этого файла сделаю вот этот домик в 3d договорились вот но это делается надо было засечь фрейла за 10 минут сделаю да я думаю что и сделаем это делается достаточно быстро главное чтобы было сделано правильно и быстро да отключаются слои с ненужными объектами вообще отключаются дальше делается специальная некая штука называемая областью далее высота потолков у нас 2700 да дальше мы поднимаем как говорят это в автокаде и в 3d макси на 2700 ну вот собственно говоря сколько несколько секунд прошло когда мы сделали из плана наш объект сейчас мы кое-что здесь под шаманим каким образом мы двери сделаем нормальные они у нас получились так потому что из плана по другому то и нельзя правильно мы сейчас мы сейчас мы сейчас специальными такими полилиниями закроем вот эти вот объектики правильно я вижу правильно ну и выдавим эти объектики все вниз на дверь имеет высоту 2 200 да или 200 200 200 да то есть вы вниз на 600 миллиметров ну нехорошо я сделал не понял он меня выдавим я сказал вниз на 600 миллиметров опять не понял что ж такое ты хочешь от меня иногда нужно системные переменные перестраивать одну ну ладно я тогда сделаю задам минус 600 хотя прежних версий раньше это делать было не нужно объединяю все вот эти вот объекты и получаю вот такие вот вещи видите все правильно я сделал да ну теперь нужно мне включить слой с окнами я включу слой с окнами где у меня окна окна у меня так называется окна я их включил и сейчас нарисую окна окна просто их цупо полилиниями прямоугольничками в виду и то окно потом ну введу за его сейчас ну сейчас вот эти прямоугольнички я закину на уровень 900 миллиметров 900 миллиметров выдавлю на полторы тысячи миллиметров высота окна и вычту из вот это то есть получу вот такие вот здесь у меня неудачно в этих штук давайте так попробуем новые команды инструментов очень много можно использовать все что угодно да если владеешь этим вопросом видите убираю таким образом вот эти окна ну это ты мне так не шути я тебя отсюда вытащу видите как я его обманул да теперь ну то окно не буду рисовать ладно по одной простой причине что вас больше сейчас интересует присвоение материалов или получение чертежей на базе этого чертежи чертежи посмотрите я сейчас это сделаю значит давайте сделаем так я создам еще один лист переместить копировать вот так вот этот лист переменую а и 3d и перетащу его вот сюда не дотащил вот так вот вот так чтобы он был первым так а с него все удалю а здесь я сделаю волшебную команду вид посмотрите базовый из пространства модели жду первый раз то команда очень долго работает только первый раз в ответ но в ответе начало работать выбирайте объект и вложим enter лист предлагает мне ввести первый я не случайно перетащил первым а теперь я делаю следующий раз выход два три этот вид я исправлю я сделаю его а знаете что сделаю из него масштаб он сам определил я сделаю его тонированный с видимыми линиями и правда я так благороднее да если он нужен вообще а вот этот вид это же вид сверху правильно он не нужен вообще я его удалю а вот на базе вот этого вида я сделаю сечение самое настоящее сечение которое в строительстве должно проходить посередине вот так вот вот этих стен так эти свечения уже в масштабе 1.100 к 100 с нанесенной штриховкой да все как положено и теперь если я сделаю текущий но ранее мной созданный слой размеры к примеру есть у меня такой размер хотя бы вам этого не делать размеры я его включу делаю текущим и я запросто при помощи единственное что мне нужно посмотреть какой мне ага это размер не годится годится размер из 125 я наношу те размеры которые считаю нужными как видите вот это не хорошо да понятно что этот размер надо отредактировать он не такой а думаю что 1900 да ну это я отредактирую а теперь смотрите что самое главное вот в этом ведь в 3d моделирование в модели можно точно так же это вот эти размеры конечно надо удалить потому что я сейчас потому что я сейчас потому что я сейчас совместил предыдущие объекты я быстренько удалил одним махом а здесь я думаю что они остались конечно же остались теперь смотрите давайте я сделаю то же что и в 2d но в 3d я ну к примеру давайте для быстроты толщину вот этой стены увеличим да я покажу вот на эту стену и на 100 мм увеличил увеличил а здесь сделаю то же самое что и ранее понимаете ли ну вот я изменил наш объект изменил в чертеже в конструкции документации должны остаться эти изменения отразиться должны а отразились ли они боюсь что нет обновить вид ну что то не срослось а здесь нет тоже сейчас мы с вами разберемся с этими все должно быть очень хорошо так ну я наверно не видно да нет ну я понял какую ошибку я сделал дать более грубо как-нибудь я чтобы было виднее сломал сломал да ну пусть сломал отразилось отразилось не грубо как как вы поняли я ломаю стену в 3d модели она у меня отражается в чертеже какая разница моя модель хочу ломать я хочу строить понятно то есть мне не нужно все это дело перечерчивать от начала до конца так значит смотрите что мне хотелось бы вам рассказать давайте бросим все это я могу просто продемонстрировать некие готовые результаты ну к примеру ну к примеру к примеру к примеру ну такая вот штука что это такое ну флешка да флешка причем она вполне вполне себе с устройством открыл флешках открыл вот ну и так далее значит мне очень нравится курс один который мы читаем это расширенные возможности системы в расширенных возможностях системы мы делаем вот какие вещи посмотрите вот к примеру у меня некий некий предмет да который имеет вот такие вот обозначения посмотрите что имеется ввиду сейчас вам покажу вот этот предмет он имеет вот здесь вот 25 а длина 80 да поэтому он обозначается шг 25 на 80 а исполнение 1 это либо вот эта штука видна либо не видно дальше вот эти предметы могут иметь самые разные наборы свойств видите которые я могу менять динамически посмотрите я выбираю предмет он изменился а его название после регенерации после регенерации он представляется что он из себя представляет видите он был шага шага 30 на 102 регенерируем он другой регенерируем регенерируем он опять изменил свое название регенерируем он опять изменил свое название регенерируем с исполнением 2 он получает вот такое вот окошко регенерируем вот такое вот название это так называемые динамические блоки Это некая вершина автокадовская, которую мы с вами осваиваем на курсе расширенной возможности. Там же на этом курсе мы учим, ну, к примеру, создаем вот такие вот типы линий по ГОСТу и не по ГОСТу, понимаете? Потому что то, что поставляется в автокаде, это же дюймовое. А мы с вами можем вот такую вот линию написать, вот такую вот линию написать. В прямом смысле написать, то есть специальный блокнотик, который позволяет нам задать вот эти вот типы линий. Мы можем сделать их текущими, эти типы линий. Ну, к примеру, вот видите, 230, да, линия. И она у нас будет рисовать любой объект, где в разрыв линии будет вставлено циферки 230. Что это означает, это ваше дело. Либо линия с ромбиком. Линия, линия с ромбиком, которая тоже позволяет нам делать все, что угодно, да? Ну, уже раз с ромбиком, любую линию. Это некая вещь, которая крайне, очень, очень даже нужна продвинутым пользователям. Она всем нужна. Поскольку то, что автокад по умолчанию поставляет в этом файле акадизолин, это только дюймовые линии, которые к нашим гостам не относятся никак. То есть они никак не соотносятся с нашими гостами. Далее, вот динблоки, файлы с линиями. Я хочу вам показать еще вот то, что сделано не мной, а сделано профессионалом, человеком, которому это было очень нужно. Я, с его позволения, вообще-то говоря, это показываю. Посмотрите. Вот некий спецобъект, видите? Имеет отношение к электрике, правильно? Если мы его выделим, да, мы увидим стрелочку на нем. Посмотрите, сколько состояний здесь. Функция D с расцепителем. Видите, мы увидели какие-то новые линии. Функция D с КБА. Мы увидели какое-то новое обозначение. Функция V, да? Функция V с блок контакта. И так далее, и так далее. Вы видите изменения на экране-то? Видите? То есть это один блок. То есть это позволяет автоматизировать процесс. Вот очень сложный процесс, судя по всему этому. Но это, на самом деле, достаточно распространенная специальность. У нас все вы, наверное, не вдалеке от станции метрода и просто по Москве, когда ходили, видели трансформаторные подстанции. Они все с разными совершенно характеристиками. Это вот схема уже не одной из них, а схема, наверное, сразу всех. Поскольку мы в любом блоке можем задавать схему ту, которая нам необходима. Видите? И конструировать их по станции, ну, в десятки раз быстрее, чем если бы мы делали это вручную. Ну и давайте вернемся к нашим баранам. Курс основопроектирования 40 часов. Курс 3D моделирования 32 часа. И курс расширенной возможности 32 часа. 40 плюс 64, 104 академических часа. Я хотел вам сегодня за 2 академических часа рассказать хоть вкратце об этих курсах. И еще в наши курсы уровень уровней, уровня 1, наверное, достаточно, но хорошо бы расширенной возможности. Хорошо бы расширенной возможности. Мы предоставляем вам возможность получить, ну, вот такой вот автодесковский сертификат. Ну, вот здесь будет стоять ваш ID. Здесь будет стоять, ну, соответствующая версия. Вот у меня уже 14, скоро будет 15, скоро будет и 16. То есть, это экзамен, который дается онлайн у нас. Но вы, ответив на 40, по-моему, вопросов, я уже забыл. На 40, по-моему, вопросов имеете возможность, имеете возможность получить вот этот вот сертификат, который признан во всем мире. И про последний курс я вам не сказал. Ну, правда, времени нет. Ну, постараюсь хоть в двух словах. Это, это курс по 3D, практика 3D печати. Практика 3D печати. Знаете, что, чтобы сейчас не лепетать и все это дело быстро не говорить, на нашем сайте, на нашем сайте, сейчас я вам, удастся ли мне, да-да-да, на нашем сайте, вот он, наш сайт. Есть, 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 прям, парам, 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 парам. Автокад 2015, к примеру, да. Практика 3D печати. Ну, вот, к примеру, вот, печать на 3D принтере, да. Ну, здесь тоже я говорю. Ну, посмотрите, послушайте, не только я, по-моему, что-то тут еще и говорил. Ключик там мой, понимаете, я ли говорю, если не надо, наверное, где суть важно, и эти объекты мои. Ну, наверное, вы прослушаете, ну, посмотрите, будете иметь представление. Так, вот, и вопросы какие-то есть. Да, да, у нас он здесь стоит. Сейчас, 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 сейчас. Привом, не разве, значит, это. Программник, а не работал, удаляется визуальное ознакомление. Возможно, проектировано тонких, маленьких. Любых и микросхем, и громадных домов. За ради бога, за ради бога. Был бы, что называется, покупатель, либо была бы потребность вот в этом. Конечно, если ваши маленькие микросхемы будут входить в какое-то противоречие с общей конвой, будем так говорить, принято, к примеру, эти микросхемы делать где-нибудь, ну, как бы, в кооперации с кем-то. Там вполне возможно, виски свои специальные программы. Милости просим, не знаю, это вам подскажут. А то, что рисовать микросхемов, так, а демонтажные платы, печатные, все, что угодно, пожалуйста. Давайте еще вопрос. А то я могу, конечно, много говорить, это мой любимый предмет. Я его преподаю. А каждый кулик, знаете, свое болото хвалит, да? Поэтому, если, сколько же файлов я пока открывал? Это незаметно, незаметно, да? Ну, заодно пробежимся по ним. Значит, посмотрите, у нас, у меня только в этом году, год-то только начался, у меня же планировано 4 вот таких вот вебинара, где я буду более, это первый, вводный, где я буду более подробно рассказывать про каждый курс. Если у вас есть какие-то потребности, еще что-то узнать, вы можете просто созвониться с нашими менеджерами и предложить им свои какие-то варианты. Мы с удовольствием пойдем к вам навстречу. С удовольствием. Вот, сейчас, к сожалению, я должен с вами проститься, потому что время 19.27 и у нас может этот вебинар наш, ну, автоматом просто время это отрезать, поэтому я могу продолжать говорить, ну, отрежет так отрежет, да, будем так говорить, тогда мы, вы просто перестанете меня слушать. Ну, до свидания, я вам сказал. И спасибо за внимание тоже.